В кулинарии есть целый раздел рецептов, используемых перед сражениями. К ним можно отнести фронтовой кулеш, макаловку из овощей и сала, а также похлебку тюлю. От успешности полевой кухни часто зависел исход больших операций. Тема сражений и успеха в них была очень актуальна в политической жизни прошедшей недели. О том, как это было, и поговорим в эфире Соль Событий. Поехали! Президент Владимир Путин ввел особое положение в регионах страны. На территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей введен максимальный уровень реагирования и военное положение. Оно там было и раньше, только объявляли его местные военно-гражданские администрации. Теперь тоже военное положение вводится в соответствии с российским законодательством. Ничего нового, просто приведение ситуации в актуальное правовое русло. При граничных зонах СВО в восьми субъектах Центрального и Южного федеральных округов вводится средний уровень реагирования, что отражает ситуацию с повышением норм безопасности при обстрелах и необходимости эвакуации жителей. В остальных субъектах ЦФО и ЮФО введен уровень повышенной готовности. На остальную же территорию страны вводится базовый уровень готовности, важный для работы региональных властей. Здесь несколько аспектов. Для большинства жителей страны ничего нового не произошло. Там, где уже шли боевые действия и было страшно, там будут продолжаться защиты населения от обстрелов и особый режим правления. Изменения там будут только после победы в СВО. Там, где ничего не было, там для граждан ничего и не изменится. Но важно другое. Введение указом президента о своего положения – это долгосрочное решение. А значит, разговоры о скором подписании мирных соглашений на навязываемых западным условиях можно прекратить. Страна собирается сражаться долго и всерьез. Кашли помалу, чтоб надолго стало. Русская пословица. В странах Евросоюза начинаются задержания оказавшихся там родственников представителей российской элиты. Так в Норвегии задержали сына экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрея, обвинив его в запуске квадрокоптера над Шпицбергеном. В Италии задержали сына губернатора Красноярского края Александра Уса Антона, обвинив его в уклонении от санкций при ввозе из США в Россию военных технологий. Версию событий три. Первое. Молодежь вела привычный образ жизни, невзирая на предупреждения, за что и расплачивается. Второе. Охота на детей знаковых фигур российской политики – это давление на российскую элиту, организованное западными спецслужбами. Третье. Оба фигуранта расследования реально помогали своей стране в сложных условиях. И с получением разведданных на местности, и с военно-промышленным шпионажем. То есть все более чем всерьез. А теперь каждый, в том числе стороны обвинения защиты, выберут для себя наиболее удобные версии. Будь первосортной версией себя самого, а не второсортной версией кого-то. Джуди Гарланд. Сражение, которое не удалось – это битва за Даунинг-стрит. Ее позорно проиграла Ли Страс. Поставлен абсолютный рекорд по скорости загнивания – 44 дня и нет премьер-министра. Вспомним, на выборы она шла с революционными идеями – сокращением налогов и одновременно ростом расходов. Обещала, что в ее кабинете не будет белых мужчин в угоду новой расовой теории и феминизму. Но что-то пошло не так. Кабинет посыпался, как карточный домик. Первыми из него вылетели символы гендерных и расовых влияний – сторонники новых идей в экономике. Попытка заместить их белыми мужчинами из прежних кабинетов ситуацию уже не спасла. Говорить о расовых предпочтениях консерваторов на фоне британского кризиса, к сожалению, приходится. Именно из-за них прошлой премьеры спроиграл экономист индус Риши Сунак. На его фоне для постколониального парламента Ли Страс выглядела более традиционно. За такой выбор и пришлось расплачиваться. Теперь выборы премьера еще менее демократичны, чем предыдущие, и Сунак снова выдвигается. Вопрос, кто станет его оппонентом теперь. Но кризис в экономике никто не отменял, как и приход зимы. Так что основная задача нового премьера будет уставить хоть чуть-чуть подольше. Жизнь сперва должна хорошенько тебя потрепать, чтобы ты осознал, чего от нее хочешь. Джоди Пикклт. Более успешное сражение – это 20-й съезд Компартии Китая. Прошла неделя в основном закулисной работы. Из того, что удалось услышать. Си Цзиньпин жестко высказался о неминуемом присоединении Тайваня, не исключив военный сценарий. Замминистр иностранных дел Мао Джей Суй призвал граждан Китая немедленно покинуть территорию Украины. В завершении работы – объявление нового состава Центрального комитета КПК, Постоянного комитета Политбюро, а также продление на третий срок полномочий генерального секретаря Си Цзиньпина. Несмотря на обновление состава ЦК на две трети, а также практически полное обновление Постоянного комитета, можно сказать, что стабильность Китая восторжествовала в укреплении лидерских позиций Си Цзиньпина. И для России это хорошо. Теперь ждем весны, когда решения по руководящему составу партии будут продолжены в назначениях на государственные посты. «Великие битвы выигрываются без боя» – китайская пословица. Кадровые изменения прошли в Санкт-Петербурге. Решением губернатора Александра Беглова освобожден от должности председатель комитета по инвестициям Роман Голованов. Позже по его пути проследовала председатель комитета по вопросам законности и правопорядка безопасности Ольга Аришина. На новое место работы переходит и глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. Напомним, что ранее переведен на другую должность был начальник мобилизационного управления администрации Петербурга Виктор Шевченко. Учитывая, что Кронштадт – это район, наиболее близкий к вооруженным силам страны, создается впечатление, что большинство кадровых изменений так или иначе связаны с повышением темы СВО в нашей постоянной жизни. У каждого человека свое назначение. И единственный наш императив – это следовать своему назначению. Генри Миллер. И вот у меня еще одна поговорка, уже английская. Хорошее начало – половина сражения. Давайте начнем эту неделю хорошо, чтобы на следующей неделе снова встретиться и найти соль событий. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова